Привет, сегодня 27 мая, Подмосковье, солнечный день, ночью прошел дождичек. Показываю, как растут кактусы. Тут, конечно, самая первая моя клумба, которой уже 9 лет. Вот здесь вот. Это эхиноцериус трехколючковый, SB300. В этом году, зимой, прошлась какая-то полоса мороза, наверное, сантиметров 40. Вот здесь вот полностью вымерзла. А пункция Crystal Tight частично повредился, почти полностью кустик пункции Fur. Чуть-чуть повредилась пони вот здесь, вот я удалил лишнее. А фрагели с крупной формой из Канады, она осталась нетронутой. Самое главное, дальше вот эта вот клумба, где педиокактусы, там тоже повредилась немного. А пункция Фрагелис, сейчас покажу тоже практически весь куст, тут вот незначительно осталось. А педиокактусы, искобарии, все осталось в порядке. На старой клумбе опунция Фрагелис Фрайберг. Под можжевельником здесь очень хорошо зимуют эскобарии. И отчеток. Зацвела немного Армерия, Армерия Приморская. Идем дальше на самую новую клумбу, которая была сделана в прошлом году. Здесь новые американские виды, которые я получил в прошлом году. Это Гарнет Глоу. Есть по-моему и бутончики даже, и много новых сегментов. Тут бутоны, сегменты, Solar Flare. Это Royal Red. Тут, по-моему, только сегменты. А, нет, вот есть пару даже бутончиков. Orange Princess. Также есть и сегменты, и бутоны есть. Посмотрим, как светет полярный медведь. Polar B. Фунция. Базиларис. Икс Шевериана. Дазлер. И наша Апунция Макроархиза Виола. И гибрид Алексея Бредихина. Апунция Фрагелис Салют. Хороший американский вид. Апунция Чоколайд Принцесс. Она такой яркий цвет имеет. И вон яркие сегменты. А вот так вот. А вот здесь вот всякая мелочь. Искобария Илея, Эхиноцириусы, Искобария Вивипара. Много разных Эхиноцириусов. Вон они пошли в рост. Вот эта погибла. Это цилиндропунция. Короче, клавата. Корио Апунция. Некоторые трехколючковые погибли. Я об этом писал. Апунция еще не пошла в рост, но сегменты появляются. И Апунция Макроцентра зимовала в теплице. Ящики хиноцириусов, которые зимовали в теплице. Вот вовсю цветет хиноцириус вериди флорус. Бутоны на хиноцириусе трехколючковом только зреют. Молодима. Молодима. Здесь тоже все кактусы с бутонами. Сегментов почему-то в этом году не очень много. Они, конечно, есть. Но их не так много. Апунция Априкат Глория. Я нашел всего тут несколько сегментов. Остальное все бутоны. Цвести будет очень интенсивно. Кстати, на Апунции темноколечковой плоды прошлого года. А это Апунция Рафлет Папайя. Тут примерно 50 на 50 сегменты и плоды. Это Апунция Ауреа Сейн Джордж. Святой Егор. Вот это Апунция Дарк Найт. Темный рыцарь. Что-то на ней меньше, пока стало появляться сегментов. Но может быть и бутоны, и сегменты будут уже довольно приличные. И полиаканта Цитрус Панч. Много, много, конечно, бутонов. Сегментов не так много. Это Апунция Пинковой Аризона. Тоже еще до конца не проснулась. Полынь немного вклинилась. Ее, но это мы и удалим. Апунция Мандарин Санрайз. Тоже много, много бутонов. И, наверное, половина сегментов. Мои хуя, не большая какая. На этих Апунциях Фрагилиса. Это Апунция Курт. Она впервые будет цвести. Вот на ней бутончики. Бутончиков прилично. Вон, какие мощные новые сегменты. Апунция Макроцентра. СБ 911, которую я уже две зимы подряд списываю со счетов. Но она все растет в Подмосковье. Хотя в Курске, где теплее, погибла за одну зиму. Вот новый сегмент, наверное, растет. И вот тут помелоче то, что осталось. Апунция Макроцентра.